Всем привет! Сейчас я покажу как быстро нарастить фон на обложку в фотошопе. То есть у нас есть картинка, мне надо это все сделать более-менее красивым. Особых требований нету, художника нанимать никто не собирается, но мы попросили сделать фон более-менее нормальный. Все равно в любом случае его надо будет отправить на утверждение заказчику, потому что мало ли. То есть либо мы ищем новую картинку под низ, либо дорисовываем это. Но я решил просто зарисовать. Берем штампик и дорисовываем, так, пытаясь, чтобы не было симметрии. Но мы эту симметрию будем потом как-то пытаться убрать. Хоть каким-то чудным образом. То есть это у нас так по виду ориентировочно какое-то дерево. Мы его дорисуем нашими якобы листочками. Картинка куплена на фотостоке, поэтому других вариантов у нас нету в данном случае. Опять же это грубо, потому что надо сделать быстро. Вот так как надо сделать быстро, времени у нас мало, делаем так, как умеем. Если у вас есть художественные навыки, это, конечно же, вам упростит задачу. У меня художных навыков нет. Поэтому делаю как могу. Заказчик про это знает. Просто зарисовываю в виде дерева какого-то. Возьмем штамп и побольше. От этого бы цвета немножко. Не знаю. Наверное, есть еще какие-то способы, но я не серьезно в этом. Херня, конечно, получается. Будем думать, если совсем все плохо будет. Реально все плохо. Мне не нравится. Если я ставлю этот фон, совсем груз печаль будет у заказчика. Потому что он с прошлого номера. Как вы успели заметить, мне это трошки надоело. Немножко. Те, кто не шарит. Так. Берем, выделяем область. Наверное, я ее протяну вверх. Ну, как-то так, наверное. Жесть, как оно и есть. Так, делаем. Закрашиваем. Я решил так, честное слово. Потому что эти две линии совсем не в тему. правая нам еще понадобится чуть-чуть. Мы с нее тоже что-нибудь возьмем. Например, вот так вот. Уменьшим чуть-чуть прозрачность. Да. 50. Чтобы более-менее было смешанной. Какой-нибудь можно сделать Distort. Потом возьмем Патч Ту. Например, раз, два. Раз, два. Раз, два. Примерно таким образом мы повторяем структуру наших деревьев. Хоть как-то оно будет правдоподобным. Хочется ускорить запись, но я этого делать не буду. Покажите заказчикам, как это все просто делается. Если не палево, конечно. Может он думает, что это действительно быстро делается. Вот это хочу убрать. Таким образом. Там у нас будет Так, надо из этого дерева делать. Может быть, нужно было сделать структуру, потом это. Мне, честно говоря, впадло. У меня нет столько времени. Это все демагогия. Вот так вот. Еще. Возьмем штампик. Чуть-чуть любая по бокам. Ой. У нас 50-процентный. Тоже не красиво. Значит, харда сделаем минимальное. Вот так вот. Теперь мы можем больше убрать в область. Да, это требует некоторых усилий для компьютера. Чудесно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Как-то он задумывался... И так продолжим дальше... Мне нравится немножко, что оно более осеннее... Когда мы дорисуем эти наши патчи... Патч Тулс... Мы его перекрасим... Немножко... Потому что зелененького добавить не хочу... Зелененького надо больше здесь... Здесь менее зеленым... Будет как свисающая береза... Так... Так... Последний штрих... Вот этот, наверное... Да, еще... Боюсь, что здесь надо... Какой-нибудь такой... Какой-нибудь такой... Какой... И такой... Штамбик... Дорисуем... Вот этот... На потребство... Ненужное... Уберем... Фигня... Да... Вот так вот... Ставим... Куда-то уходящий... Дальше... Опять... Возьмем... Патч Тулс... Здесь все-таки... Таким... Более... Подходящее... Под дерево... Так... И вот этот кусочек... Так... Бог с ним... Пусть будет так... Наверное, я еще сделаю тут... Их более зелеными... Как это сделать быстро... Во-первых... Подрисовать тут... Подрисовать тут... Подрисовать тут... По верхушкам... Пройти... Все... Нормально... Нажимаем Q... Быструю маску... Б... Браш... Смотрим... Черный текст... И... Немножко... Выделяем... Чтобы... Внизу... Не сильно портить картинку... Сделаем вот так... Прозрачность... На... 50%... Нажимаем... Нажимаем Q... Инвертируем... Image... Adjustments... Два... Вида есть... Либо Channel Mixer... Либо Selective Core... Но мы возьмем... Channel Mixer... Посмотрим... Физику... Физику... Этого... Как менять... Я не знаю... Но если мы сделаем так... Оно не сильно будет... Бросаться нам в глаза... Ну вот... Примерно... Что у нас получилось... Как мы можем видеть... Вот... Оригинал... Оригинал... Оригинал давно ушел... Все... Я думаю... Это понравится... Можем посмотреть... Как оно будет... На обложке... Сохраняем... Открываем... В иллюстраторе... Ну... Говорит... Что... Link... Updated... Мы соглашаемся... Ну... Что у нас получится... Ну... В принципе... Мне нравится... Что получается... Нажимаем... Ctrl-S... Переходим... В InDesign... Переходим... На шаблон... Открываем... Link... Вот... Есть такое... Выпадающее... Меню... Только... Почему-то... Update Link... Еще... Не прошел... Значит... Сохранить... Как? Сохранить... Иллюстратор CS... Открываем... Индизайн... Видим... Окошко предупреждения... Update All Links... Я не помню... По-моему... Нам надо еще... Заменить... Да... Эту страничку... Надо будет заменить... Ну... Это уже без вас... Всем спасибо... До новых встреч... За... Практически... За 17 минут... Мы сделали новую обложку... Спасибо... Подписывайтесь на канал... До новых встреч... Пока... До новых встреч... До новых встреч... До новых встреч...